На портал XGED поступил вопрос. Если были мерзкие блудные грехи, например, рукоблуди, скаталожные помыслы, нужно ли называть их на исповеди или достаточно сказать общим словом «блуд»? Ну, надо так сказать, вот как здесь написано, скаталожные помыслы, рукоблудие, вот так одним словом, конечно, без подробностей, не надо их вспоминать, потому что в силу нашей греховности, нашей природы, это может опять как-то на нас плохо воздействовать, но вот всё-таки название такое надо дать. Мне как-то один прихожанин тоже называл словом «блудная брань», но «блудная брань», когда есть «блудный помысл», человек с ними и сопротивляется, Иисусу молитвой, старается отсечь их. Ну, я так и думал, а потом оказалось, что это измена жене была под этой «блудной бранью». И иногда люди говорят «блуд», и священник, такой хоть немножко, который уже побыл священником, он начинает уточнять, а что под этим подразумевается, потому что иногда люди имеют «блудные помыслы» и говорят «это блуд». Но «блуд» это и бывает и действие уже совсем, действие, когда там «измена жене» или «блудное сожительство», это тоже под этим же словом подразумевается. Поэтому очень кратко, просто по названию греха всё-таки надо дать священнику понять, что вы имеете в виду, что это имеется в виду, чтобы он понял, что это вот там или «блудные помыслы», или что-то похуже, но без подробностей, то есть буквально кратко одним словом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!